Ола, амигус! Сегодня я на Провельске в Санта-Крус. И решила показать вам, что почём-то, чтобы вы знали, что в Санта-Крус де Тенерифа творится. Это столица острова Тенерифа, и она, наверное, людей не очень нравится на улице. Просто, наверное, один турист пару бегунов увидела, и всё. Сегодня выходной день. И я покинула свой диван и телевизор, к сожалению, для дивана и телевизора, и вышла на прогулку. Как вышла? Вышла, выехала. Несмотря на то, что я всё ещё пользуюсь только общественным транспортом, это автобус на Тенериф больше. Ну, есть ещё трамвай в Санта-Крусе, но я не живу в Санта-Крусе. Иногда, очень редко, я пользуюсь трамвайом здесь, в Санта-Крусе. А в основном пользуюсь автобусами. И вот сегодня я расскажу вам немного интересных историй, в которых мне удалось побывать, передвигаясь на автобусах на Тенерифе. Одна из них была... И, по-моему, туда несколько дней назад, неделю назад я ехала вечером в автобусе, в своём, по-моему, ну, там, около моего поселения, небольшой городок. И водитель внезапно остановился, встал на аварийку перед перекрёстком. Уже было темно, машин не сильно было много. И начал спрашивать у людей, рядом сидящим с водителем, знают ли они, куда дальше ведёт этот маршрут его автобус, который он направляет ему, куда ехать. Ну, они сказали, что не знают, может быть туристы, может быть местные, не знаю. И он пошёл по салону, спрашиваются людей, кто знает, в какую сторону продвигается дальше его маршрут. В итоге дошёл почти до конца автобуса, там сидела в основном молодёжь, очень, ну, так много, если брать, есть автобус. В автобусе было, ну, немного людей, где-то треть автобуса была занята, может быть, больше. И он говорит, вот скажите мне, куда мне ехать дальше по маршрутам, не здесь, на этом перекрёстке поворачивать налево, или на следующем. Вы не знаете, это случайно, они говорят, знаем, едете прямо, и на втором перекрёстке сворачиваете налево. Он говорит, о, спасибо, я поехал. Пошёл, снялся с аварийки и поехал. Поехал, повернул, они ему там сказали, кричат на автобусе, да, да, правильно, правильно. И идёт он дальше, доезжая до следующего перекрёстка, там уже поднялся на горку, и они ему там дальше идти читаются, ребята, молодёжь какая-то, кричат. А здесь поворачивайте направо, и прямо-прямо там будет остановка. Вот так они и ехали, вот так мы и ехали. Водитель был ещё не уверен в себе, думаю, он там несколько раз только потренировался на маршруте и вышел на маршрут, поэтому... А там эти перекрёстки, они даже похожи, когда только приезжаешь в эту местность. Но когда я только начала жить, у меня они тоже были похожими, казались. В итоге он повеселил меня, скажем так, водитель, и Испания в том числе. Оказывается, иногда и яйца курицы учат. Так что будьте вдетельны. Когда-то ему этим подростки там кричали, да-да, правильно едете, правильно, а сейчас поворачивай туда-то, а дальше там будешь на горку ехать. Это Испания. Второй интересный случай. Это был вчера вечером, да. Было тоже уже темно. Рабочий день. Вечер. В автобусе было много народу, в отличие от того, как мы с этим мужчиной-водителем ехали. Было много, почти все места были заняты. Так, я смотрю, где мне тут переходить правильно, чтобы не сбили. И была за рулем девушка. И у нее играла нефункционно громко музыка, радио было включено в автобусе. И в какой-то момент она включает погромче это радио, там, не знаю, на всю татушку или нет, и начинает петь песню какая-то. Похоже, она вот слышала свою какую-то одну из любимых песен и начинает подпевать. Причем подпевает там на весь салон. Мы едем, такие там, помоги, срали, ну, на большой скорости. И она там песню поет. Я такая, что происходит? А я еще была в наушниках, выключила свою музыку так, думаю, ну ладно, послушаем, прикольно еще пела. В общем, водители, как могут, скрашивают мое пребывание в общественном транспорте на Тенерифе. Несмотря на то, что у меня нет личного автомобиля, они всеми силами стараются меня повеселить. Ну, было очень прикольно. Настроение, я думаю, поднялось не только у меня, сразу всех. Ну, может, кому-то это не нравится. Он мог, в принципе, посидеть дальше там в своих наушничках. Но я свою музыку выключила и начала слушать. Песня там какая-то не очень была популярная, ну, для нас, для меня, например. Я ее никогда ранее не слышала. Это первый раз, но неплохая. Я уже, в принципе, тут только слова в песнях понимаю. Поэтому... Причем так испанцы веселят меня как могут. В автобусах. Когда-то, не помню, но это там давненько уже было, тоже водитель включил какую-то танцевальную музыку. Всю дорогу ехали с Лос-Гигантес. Под танцевальную музыку уже хотелось в пиас броситься. Тоже на весь салон музыки играла. А там Лос-Гигантес. Смотря в какое время едешь, там этот длинный маршрут. И там, может, нечасто быть люди на остановках, нечасто затребуется остановка. Где-то здесь скейт-парк возле форта. Ходится. И, короче, водитель у нас тут уже там включил танцевальную музыку. И мы ехали. Насажались там без остановок на такой нормальной скорости. Да, весело было вообще. Прикольное время провели. Там Лос-Гигантес мне идет до часа. Наверное, было надо ехать. Незаметное время пролетело. И не надо было использовать. А я не помню, у меня даже, может, наушники тогда разрядились. Я вот не помню. В общем, весело в этих автобусах ездить. И еще я заметила даже разницу, что... Вот я была в Барселоне и в Мадриде. Тоже там пользовалась очень часто автобусами. Там по-другому. Там это как уже большие города. И там как-то, не знаю, все так как-то... То ли вроде строго, вроде не строго. Там как бы не все здоровы... А там никто почти не здоровался. Я по привычке захожу в Барселоне в автобус. Здравствуйте, добрый вечер. Водитель. Он такой на меня смотрит. Некоторые там здоровались, а некоторые такие... Что это? Просто на рифа зайти в автобус и не поздороваться. Это грех какой-то на все братья. Я поначалу только когда приехала. Как-то я не понимала, зачем это делать. А сейчас я не понимаю, как можно зайти молча в автобус. Там приложить карту и пойти дальше по салону. Все время там здравствуйте, как дела? Еще там водитель может спросить. Если я не посмотрела на номер автобуса и запрыгнула там, бежала, подбежала и резко запрыгнула, он еще может у тебя спросить. А в какую сторону вы едете? В какую сторону обычно? Наверное, когда мне говорят. В какую сторону ты едешь? Я говорю, в какую сторону. А, нормально, потому что я еду туда-то, туда-то. Он просто заметил, что я уже бежала на остановку. Запрыгнула последнюю секунду. И я не посмотрела, в какую сторону он идет. А там остановки часто, как я уже вам говорила, с одной стороны и для... и для... в одно направление и в обратное направление. Поэтому водитель перестраховывается, что я не села в неправильный автобус, потом не мучилась, не возвращалась долго. Короче, он меня сразу сам спрашивает на входе. Он поздоровался, как дела? Да, и спросил у меня сразу. На всякий случай. Это, конечно, плюс большой. У нас спортплощадки, но вот этой, я не знаю, как это назвать, для колестейники, вот это, где там занимаются люди. Там много людей, я вижу, в общем, толпы частот отойдут. Что-то хожу до площади Испании. Сами знаете, в Испании, в каждом городе и уважающей себе деревне, в Пебло есть площадь Испании. Даже в моем селе есть площадь Испании, в которой даже не все дают. Вот так вот. Вот такая вот Испания интересная, но особенно Тенерифа. Тенерифа отличаются от материковой Испании. Я заметила за год проживания некоторые отличия, и кому надо, можете поспрашивать, расскажу. Ну, я уже рассказывала, если еще надо, то спрашивайте, с удовольствием отвечу. В общем, подписывайтесь на канал. Кто не там забыл еще подписаться или думает, это бесплатно, ставьте лайки, дизлайки. Если я заслужила, конечно, пишите комментарии. Обязательно. Шучу, конечно, не обязательно, но по возможности пишите для обратной связи. Всех люблю, ценю, уважаю. Ну и до новых встреч. Аста пронто.